Трубочки с белковым кремом. Ингредиенты. Две квадратные пластины слоеного теста. Одно яйцо для смазывания. 50 мл воды. 100 г сахара. 2 белка. Приготовление. Каждую пластину слоеного теста раскатать до прямоугольника длиной около 27-30 см. Нарезать на длинные полоски толщиной примерно 2,5 см. Из кондитерской бумаги нарезать треугольники, из которых свернуть кулечки, корнетики. Это будущие насадки для трубочек. Обернуть каждую полоску вокруг своей трубочки, начиная от узкого конца трубочки. Полоски должны перекрывать друг друга. Положить на противень. Смазать взбитым яйцом, желтком. Выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Приготовить белковый крем. Для этого воду с сахаром нагревать до температуры 118 градусов или до пробы на средний шарик. Белки взбить со щепоткой лимонной кислоты до крепкой пены. Влить в белки сироп на большую скорость миксера. Взбивать до тех пор, пока белковая масса не остынет. Переложить белковый крем в кондитерский мешок и наполнить им трубочки. Посыпать сахарной пудрой. Советы. Вместо яйца для смазывания можно использовать те желтки, которые останутся после отделения белков от желтков для приготовления белкового крема. Выкладывать трубочки на противень лучше швом вниз, чтобы во время выпечки трубочка не раскрутилась. Проба на средний шарик проводится так. В холодную воду надо капнуть в сироп. Если шарик тут же образуется, то сироп готов. Один из вариантов подачи трубочек можно вместе с трубочками выпечь и обрезки слоеного теста, а потом их раскрошить с помощью скалки. Готовую начиненную трубочку обмакнуть широким концом в крошку. Это еще и практично. Так трубочки не будут прилипать к стенкам той тары, в которой вы их будете хранить. Кстати, хранить трубочки нужно в холодильнике. Желательно не дольше суток. Лимонную кислоту при взбивании белка можно и не добавлять, но с ней трубочки получаются не такими приторными. Если использовать готовые металлические конусы для накручивания трубочек, то трубочки получатся, конечно, идеально круглыми внутри. Все-таки бумага в процессе выпечки сдается под весом теста. Зато при этом трубочки всегда получаются такими, что можно сказать, что это настоящая ручная работа. С магазинами они не сравнятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова